Урок 20. Задача первая. На отрезке BD, как на основании, построены по разные стороны от него два равнобедренных треугольника BCD и BDE. Верно ли утверждение, что прямые BD и CE перпендикулярны? В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны. Если BD – основание, значит, боковые стороны BC и CD равны, а у другого равнобедренного треугольника боковые стороны BE и DE равны основания BD. А теперь давайте рассмотрим треугольники. BCE и DCE равные стороны уже отмечены на рисунке. Сторона CE общая. Значит, треугольник BCE и DCE равны по третьему признаку, по трем сторонам. Три стороны одного треугольника, соответственно, равны трем сторонам другого треугольника. Значит, углы BCE и DCE – это равные углы. Значит, CE – бисектриса. А бисектриса, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, является медианой и высотой. Значит, BD и CE – перпендикулярны. Утверждение верно. Задача вторая. Дан четырехугольник A, B, C, D. A, B и C, D равны отрезке. B, C и A, D равны отрезке. B, D – диагональ. Надо сравнить угол C, B, D и угол B, D, A. Давайте отметим равные отрезки. А, B и C, D – это равные отрезки. Другим цветом отмечаю B, C и A, D – это равные отрезки. А теперь давайте рассмотрим треугольник А, B, D и треугольник C, B, D. В этих треугольниках по две равные стороны уже есть, а сторона B, D – это общая сторона. Значит, эти треугольники равны по третьему признаку, по трем сторонам. Три стороны одного треугольника, соответственно, равны трем сторонам другого треугольника. Эти треугольники равны. Углу C, B, D соответствует угол B, D, A другого треугольника. Значит, эти углы равны. Задача третья. На прямой А, B точками N и M отмечены отрезки. И точки N, M делят А, B на три равные части. Вне отрезка А, B по одну сторону взяты точки C, D, так, что А, C и B, D равны отрезке, C, M и N – D равны отрезке. Известно, что сумма углов D, B, N и C, A, M – 120 градусов. Надо найти градусную меру угла D, B, N. Давайте отметим равные отрезки по условию задачи. Известно, что А, C и B, D равны. Кроме того, известно, что C, M и D, N равны. C, M, C, M – вот этот отрезок. И D, N равен этому отрезку. А теперь давайте рассмотрим треугольник А, C, M и B, D, N. Эти треугольники будут равны, потому что по условию А, B делится на три равные части точками N и M, значит, это одна часть, это вторая часть, это третья часть. То есть треугольники А, C, M, A, M состоит из двух равных частей. А, N плюс N, M. А в треугольнике B, D, N состоит тоже из двух равных частей. B, M и M, N. Значит, треугольники А, C, M и B, D, N равны по трем сторонам, по третьему признаку. Значит, будут равны углы D, B, N, вот этот угол, и C, A, M. Это углы, которые соответствуют друг другу в равных треугольниках. Известно, что сумма этих двух углов 120 градусов, значит, каждая из них по 60 градусов. Угол D, B, N – 60 градусов. Задача четвертая. Отрезки А, B и C, D пересекаются в их общей середине точки О. Верно ли утверждение, что угол О, C, A равен углу О, D, B? Так как точка О является серединой и отрезка А, B и отрезка С, D, значит, А, О, О, B равны отрезке, С, О и О, D тоже равны отрезке. Вертикальные углы равны. Значит, треугольник А, О, C равен треугольнику Б, О, D по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. Значит, угол О, C, A равен углу О, D, B. Потому что это углы, которые лежат против соответственно равных сторон. Данное утверждение верно. Задача пятая. Углы треугольника относятся как один к двум к трём. Найдите больший угол. Давайте градусную меру меньшего угла обозначим за х. Это как бы одна часть. Следующий угол – это будет две части. 2 умножить на х и больший угол – 3х. Сумма углов треугольника 180 градусов. Решая это уравнение, находим х. Х равен 30 градусам. А надо найти больший угол треугольника. 3х – 90 градусов. Значит, больший угол – 90 градусов. Ух, это очень жар,илось. Ух. Ух – Ух. Ух – Ух. Ух. Продолжение следует...